Здравствуйте, товарищи! Сегодня я хотел бы поговорить с вами о замечательном великом американском этнографии и общественном деятеле Льюисе Генри Моргане. Фамилия Морганов знаменитая, это и Пьерпант Морган, это великий финансист, это и великий пират Генри Морган. По-видимому, фамилия валийского, то есть уэльского происхождения. А Льюис Морган был американец валийского происхождения, родившегося в штате Нью-Йорк в 1818 году и умершего в том же штате 1881 году, легко запомнить, 1881. Он оставил замечательный след в истории этнологии и открыл нам дверь в глубокую первобытность. Он нашел ключ к такому феномену человеческой жизни, как родство. Вы знаете, в очень многих культурах до сих пор очень важно родниться. Многие знают имена своих троюродных, четвероюродных братьев и дядьев, но не вполне адекватно, может быть, понимают, как это все возникло и насколько это необычно и почему, допустим, в их языке те или иные родственники и свойственники, то есть родственники по браку. Называется тем или иным образом. Вот великий Льюис Генри Морган, великий американский гуманист, основатель эволюционизма во многом, юрист, защитник коренных народов Америки, враг любого расизма. Вот он нам приоткрыл дверь в удивительный мир родства и свойства. Он, как я и говорил, был юристом, законником таким, закончил колледж, то есть его семья была не бедная и он был масоном, но всегда защищал юридически права индейцев и за это индейцы ирокезы приняли его в почетные члены племени. Он даже женился как немножко индейец, потому что он женился на дочери брата своей матери, то есть на двоюродной сестре. То есть здесь как бы в европейской культуре нет запретов и мы можем увидеть, что во многих культурах Азии в том числе это также разрешено, потому что линия родства матери не является в понимании этих культур родственной. Ну сравните, допустим, у тюркских народов это линия бюле или пюле, да, то есть оказывается, что вот эти близкородственные браки не являются кровосмесительными в данной культуре. Он начал изучать индейцев ирокезов, подолгу там бывал, ему показалось весьма интересным, что своего родного отца, которого мы назвали биологическим, он называет также как и его брата, а брата своей матери они называют иначе. Это его очень заинтересовало, потому что ему показалось, что он здесь может найти объяснение социальной организации глубокой первобытности. И он начал писать в самые далекие края земли в уголки, там, куда ступала нога белого человека, куда ехали протестантские миссии, то есть те, которые несли христианство в удаленные уголки. И он попросил их прислать ему информацию, как называют себя, как называют отца, брата отца, старшего брата отца, младшего брата отца, как называют деда. И у него появился огромный материал от вот этих корреспондентов. И он его обобщил в нескольких крупных работах. Ну, окончательно его знаменитая работа «Система родства и свойства». Вот. Это очень интересно, потому что впервые это вот это родство и свойство представляется как не просто скопление каких-то слов, терминов, не просто как какая-то филологическая словарная работа, а как источник к пониманию того, как устроено общество у самых разных народов Земли и у всего человеческого рода. Он понимал человечество как единую семью народов, которые проходили разные стадии. И вот он открывал самые древние стадии, там, допустим, Малайскую систему родства. Потом он приходил к Тураноганованской системе родства. То есть, кстати, вот этот термин означает, что он считал, что представители Турана, то есть вот той вот Туранской расы, так называемой Южно-Сибирской, то есть Тюркской, Монгольской, в том числе носители языков, татары, что их система родства как-то сближает эволюционно с индейцами. Кстати, он считал, что система родства римлян очень походит на систему родства тюркских народов. Об этом мы еще будем говорить, а сегодня я вот только вот так вот пунктирно хотел выступить. Историю человечества Льюис Генри Морган делил на три стадии. Дикость, варварство и цивилизацию. Вот, он поставил развитие общества в зависимости от развития технического прогресса. И он проследил, как меняется общество во времени. И что, скорее всего, все культуры проходят вот эти основные этапы. Ну, тут он прав, конечно. Смотрите, в 19 веке великая англо-американская цивилизация создала совершенно новую картину мира. Телеграфный, телеграф, который передавал информацию со скоростью света, как сейчас интернет. То есть вот изобретение интернета, оно не превысило скорость света, как вы понимаете. Широкая сеть железных дорог, железные мосты, паровозы, железные пароходы. Все это связало землю в единую экономическую систему, глобализировало уже тогда. И вот он, но если мы посмотрим на тех же британцев эпохи Цезаря, то мы увидим, что это люди, находящиеся на стадии, ну, варварства в лучшем случае, или даже дикости. Люди с забавной раскраской синих лиц, которые убегали куда-то и прятались в деревьях. Вот. То есть все народы проходят эти эволюционные стадии развития, как вот, допустим, эволюционируют все виды на Земле. То есть он был гуманист, у него был большой такой, видимо, еще замес христианского видения. И он был масон. Кстати, стал индейцем, он именно в масонском храме. Вот. Это очень интересный человек. Его портрет вот на заднем фоне. Можете о нем узнать побольше. Для нашей страны, наверное, он наиболее, скажем, сыграл такую интересную роль, потому что его книгу купил, находясь в Америке, великий русский этнолог и историк права Михаил Михаил Ковалевский. Или Максим Максимович. В общем, Ковалевский. Его все знают. Он исследователь права народов Кавказа, например. И он купил там интересную научную литературу, в том числе его книгу «Система родства и свойства у народов силовической семьи». Когда он возвращался в Россию, он остановился у Энгельса или у Карла Маркса и типа просили у него почитать. Поэтому вот эту... А потом оставили ее у себя. Вот его книжка «Древнее общество». Великая его книга. Также можно гуглить на тему «Древнее общество», где он развивает вот эту свою тернарную модель развития. По-многому он сплагиатировал Карл Маркс, а Энгельс как бы законспектировал и творчески переработал. Все студенты и школьники Советского Союза, Китая и соцстран в свое время вынуждены были в школе и в вузе конспектировать книгу Энгельса, который тоже в свою очередь является конспектом книги Льюиса Генри Моргана. Вот. То есть, вот вы понимаете, что его учения на самом деле изучали миллиарды людей. Но я, к удивлению, не обнаружил на Ютубе о нем информацию и хочу залить этот ролик на наш канал. Ссылки на литературу я попытаюсь дать внизу и ответить на ваши вопросы. Всего самого доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok